Валерий Курас Снегири Здравствуйте, дорогие наши юные телезрители! Сегодня мы с вами праздновали День Входа Господня в Иерусалим. Недолго уже оставалось Господу пробыть на земле. Вскоре Он должен был исполнить то, для чего пришел на землю – пострадать за грехи всех людей. Сокрушился Он духом, когда с высокой горы смотрел на Иерусалим. Но печаль Его была не от того, что ждал Его крест. Напротив, шел Он на этот подвиг мужественно, повинуясь воле Своего Небесного Отца. Нет, причина Его скорби была другой. Он видел сердца всех людей, слышал, как громогласно прославляли Его иудеи. Но Он знал, что вскоре те же самые люди начнут так же громко кричать «Распни Его». Почему? Ведь Господь не сделал им ничего плохого. Были у иудейского народа духовные вожди. Святое Евангелие чаще всего называет их книжниками и фарисеями. Кто такие фарисеи? Фарисей в переводе означает «особый», не такой, как все. Так они сами себя называли. Строго хранить и соблюдать древний закон, тот самый, который Бог дал когда-то Моисею на горе Синай. Вот в чем видели они свою главную задачу. Вроде бы это и хорошо, но только за сухими буквами своих книг они уже перестали видеть живое. А ведь закон был дан живым Богом. И вот этот живой Бог пришел на землю. Но они не узнали Его во Христе. Поэтому и стали гнать. «Не наш ты, не такого Мессию мы ждали», – говорили их сердца. Думали они, что Мессия освободит их от римлян, властвовавших над иудеями. А Господь проповедовал Царство Небесное, а не земное. Но что для фарисеев небо? Подавая власть здесь и сейчас, еще бы. Идешь по городу, все уступают тебе дорогу, все кланяются, все называют отцом и учителем. Ну, прямо-таки рай на земле. Много раз Господь пытался образумить их. Но все было напрасно. Фарисеи по-прежнему относились к Нему со злобой и негодованием. И вот Господь вместе со своими учениками вечером покидает враждебный Иерусалим. Но утром Он вновь возвращается в город. Как прекрасно весной на рассвете земля Палестины. Тихо веет горный ветерок, всюду мир и покой. Но вдруг общую тишину нарушил громкий шелест листвы. Возле дороги гордо стояло одинокое дерево. Смоковница. Или, как бы мы сегодня сказали, инжир. Эта смоковница будто любовалась собой. Привлекла она внимание Господа с учениками. Христос подошел к ней и захотел сорвать одну смокву. Но сколько ни смотрел, раздвигая ее густые ветви, так ничего и не нашел. А надо вам сказать, дорогие друзья, что на смоковнице первые плоды вырастают раньше листьев. А тут листьев полно, а ягодки ни одной. Значит, смоковница бесплодна. Но как она тщеславится, как превозносится своим причудливым зеленым покровом. Что же сказал ей Господь? Да не будет же впредь от Тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла. Как же можно истолковать эти слова Спасителя? Смоковница была точным подобием гордых фарисеев. Ведь и они не приносили никакого плода. Не было в них ни покаяния, ни жалости к собственному народу. Только и делали они, что отвращали людей от Христа. И при этом очень кичили своим внешним блеском. А ведь они, лучше всех знавшие закон, первыми должны были узнать Спасителя и возвестить о нем остальным. Господь же, говоря о бесплодной смоковнице, образно показал, что не будет уже от фарисеев никакой пользы. Не увидели они в нем Мессию. Он пришел, но они его отвергли. Но, несмотря на это, спасение мира все равно совершится. Только не в Моисеевом законе, за букву которого так держались фарисеи, а на горе Голгофе. С Божьей помощью вступили мы в Великий Понедельник. Поспешим за Христом и дальше. И пусть в сердцах у нас будет мир и любовь. Изгоним из себя всякую спесь. И мы обязательно увидим свет Христового Воскресения. До свидания, дорогие друзья. Всего вам доброго. И храни вас Господь. Субтитры подогнал «Симон»